МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В салоне автомобиля и возможные травмы. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и убедиться, что дети всегда пристегнуты правильно и находятся в специальных устройствах во время поездок. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. В целях данного мероприятия входит не только выявление и пресечение административных правонарушений со стороны водителей, а также проверка правильности установки данных детских удерживающих устройств в автомобилях. За 2023 год включительно произошло более 800 административных правонарушений, но по сравнению с аналогичным периодом 2022 года было более 1300. То есть, соответственно, коэффициент уменьшается. Люди более лояльно и правильно относятся к перевозке своих детей. Использование детских удерживающих устройств – это ответственность каждого родителя. Безопасность ребенка в автомобиле должна быть приоритетом, и детские удерживающие устройства обеспечивают эту безопасность. Елена, водитель со стажем, ждет в гости маленького внука из другого города. К перевозке малыша подготовилась заранее, установила кресло в машину. Я перевожу своего внука в кресле безопасности именно ради его жизни и здоровья. Госавтоинспекция напоминает, что дети до 7 лет должны обязательно перевозиться в детских удерживающих устройствах. Детям от 7 до 12 лет на заднем сидении машины разрешается ездить только с использованием штатного ремня безопасности. На переднем сидении автомобиля несовершеннолетний должен обязательно размещаться в детском удерживающем устройстве. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется с этого возраста. Ребенок должен пользоваться стандартными ремнями безопасности. При этом ездить можно как на заднем, так и на переднем сидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова